У военно-спортивного патриотического клуба «Штурм» появилась приставка имени Владимира Шерстнёва. Старший лейтенант милиции, кавалер Ордена Мужества Владимир Шерстнёв героически погиб в марте 2000 года в чеченском Аргоне. Татьяна Зайцева продолжит тему. «Семёрочка» — так называли Владимира Шерстнёва боевые товарищи. В юности он занимался в стрелковом клубе ДОСААФ. В седьмом классе выполнил норматив мастера спорта по стрельбе. Когда стал бойцом ОМОНа, на чемпионате России в этом виде спорта занял седьмое место. Цифру семь Володя считал счастливой. И именно «семёрочка» стала позывным старшего лейтенанта. Его четвёртая командировка в Чечню стала роковой. 25 марта 2000 года, выполняя очередное задание, «семёрочка» вместе с боевыми товарищами подорвался на фугасе. Его знали всего несколько месяцев. Ответ был сборной. А любили все. Каждый год, 25 марта, в седьмом области съезжаются ребята на его мобилы. Командир магнитогорского ОМОНа Сергей Кавелин, приветствуя курсантов клуба «Штурм», рассказал об истории помещения, в котором они занимаются. В 1949 году сюда был передислоцирован 70-й гвардейский краснознамённый зенитно-ракетный полк, который начал свою историю в 1942 году в Сталинградской битве. Этот полк существовал в магнитке до 1998 года, когда здесь прописалось подразделение ОМОН, в архиве которого 18 служебно-боевых командировок на Северный Кавказ. И погибших сотрудников ОМОН, вот ведь роковое совпадение, тоже семеро. Сегодняшним молодым ребятам с неокрепшим сознанием нужны достойные кумиры. Не Человек-паук и не Терминатор, а наши российские герои. Это правильное дело. Никаких мы себе тут галочек не ставим, не ставить не будем, потому что нам с этим жить всегда, мне как командира, моим подчинённым. У нас тоже идёт так называемая ротация, поколения меняются. Мы берём на себя обязательство с честью и гордостью нести имя старшего лейтенанта полиции Владимира Белоровича Шерстнёва. Можете рассчитывать на нашу поддержку, заверил Сергей Кавелин. А поддержка курсантам штурма ой как нужна, причём на всех уровнях. Сегодня в клубе занимается 35 детей. По факту мы можем принять гораздо больше ребят со всех школ города, говорит руководитель клуба Вадим Исаков. Обучить всех азам военного дела, воспитать в духе патриотизма, но таким благородным намерением, как это часто бывает, мешает катастрофическая нехватка денег. К сожалению, сейчас нас связывает финансовая сторона вопроса, потому что на сегодняшний день финансирование у клуба отсутствует. Мы существуем только на свои средства. И инструкторы, они тоже люди, им требуется зарплата. У нас, к сожалению, нет таких возможностей. Теперь у курсантов штурма есть наглядный пример героя, человека, на которого можно равняться. И есть цель штурмовать новые вершины, устраивать мозговые штурмы. Мечта быть, если не героем, то хотя бы просто настоящим мужчиной, патриотом, защитником своего отечества. Татьяна Зайцева, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН.